Привет, дорогие сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал. Меня зовут Антон Эс. На этом канале пьем очень много кофе, а еще мы очень много сплетничаем. Дорогие сплетники, кто хочет поддержать наше сплетническое комьюнити, вы всегда можете отослать нам небольшой донат. Я оставлю ссылочку на бусте в описании, и взамен вы получите видео поздравления от Антона Эс. Это может быть поздравление с праздником, с днем рождения, или просто большой привет от папочки сплетников. Высылайте нам донаты, поддерживая наше комьюнити, и взамен получите море наслаждения и позитива от личного поздравления, записанного специально для вас. Повторюсь, ссылка на бусте будет в описании. Ну и немножечко давайте добавим в тему Максим. Вот вы видите ее выступление. Кто-то говорит, повторюсь, она беременна, кто-то говорит, она серьезно под чем-то. Вы знаете, ребят, здесь немножко больше вопросов не в контексте Максим как беременной, потому что здесь больше вопросов к ее не совсем адекватному поведению и к мимике. Я спрашивал своих сплетников в своем телеграм-канале вообще реально, насколько реально можно поставить таким вот внешним фактором диагноз в принципе. Диагноз, наверное, мы здесь, конечно, не поставим, но то, что человек себя ведет неадекватно. Вот это вот поведение на сцене, повторюсь, та же мимика, не совсем адекватно, да, какая-то потерянная, какая-то абсолютно опухшая. То есть здесь речь идет не о беременности. И, как я сказал в своем прошлом видео, по этой ссылке можете пройти и посмотреть, кто не посмотрел, что не важно, что у нее, не важно, какая кондиция ее здоровья, не важно, беременна она или нет. Если ты продала свой концерт, то должна его отработать и работать, не пугая своих же милых подписчиков. Кто-то сделал вывод, что у нее диагноз псевдокушинга, характеризуется клинической и биохимической картиной, напоминающей гиперкортицизм, который устраняется после разрешения основных причин, вызовших его. Алкогольный псевдокушинг, кушинговый синдром, вызывается длительным приемом алкоголя, патологическое состояние, обусловленное прогрессирующим снижением метаболической функции печени и результате хронической алкогольной интоксикации. И вот нам прислали картинку, значит, горбуйвола, остеопороз, атрофия мышц, лунообразное лицо, темные волосы на лице у женщин, ожирение, стрии на животе, растяжки и прочее. То есть этим как-то можно объяснить ее большой живот. Вроде как в теории подходит эта вся тема под иценка кушинга, именно эта самая болезнь, как говорят, у нее. Здесь очень много вопросов по поводу всего этого. И вы знаете, давайте закончим тему для размышлений. Здесь мы всегда размышляем на тему. Здесь мы всегда пытаемся в формате сплетен как-то докопаться до истины вообще, насколько это возможно. Значит, еще в 20-м году она говорила следующее. Да, я пила. Это она говорила Корчевникову. Пила много алкоголя. И мой организм не был готов к таким испытаниям. Я дважды побывала в реанимации в этом состоянии. Хорошо помню одну ночь. Там нас в палате лежало пятеро. Я одна была в сознании. Я видел, как всех четырех за ночь заменили на новых. То есть никто из них не смог выкарабкаться. Я видел, как люди уходят. Но даже это меня не испугало. Я спасалась спиртным эмоционально и физически. И директор Максим тогда заявлял. В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученной в аварии в 2019 году, И по несостоятельным рекомендациям врачей, мы приняли решение об уходе Максима в бессрочный отпуск на неопределенный срок, начиная с сегодняшнего дня. Это был еще 2019 год. Мы приносили свои глубочайшие извинения за отмену предстоящих концертов и мероприятий. То есть проблема у нее не просто выпивала, она просто улетала настолько благодаря алкоголю, что не могла вернуться. То есть была на грани, была реанимация, то есть был край. И когда мы речь здесь ведем именно о зависимостях, зависимости это страшные. И повторюсь, ей сейчас 39 лет. Ну ребят, ну какая беременность в 39, она ходит с большим животом по сцене. Мне очень страшно, мне печально смотреть на Максим. Мне очень жалко, что ее продолжают эксплуатировать. То есть вы понимаете, да? Она не одна, я уверен, больше чем на 100%, я уверен, она не сама принимает подобные решения. Давайте продолжим тур. Я знаю, что огромное количество людей зависит от нее финансово. Это их заработок. И именно благодаря их поддержке, в кавычках, она продолжает выходить на сцену в том состоянии, которое пугает всех людей, которые приходят на эти самые концерты. Она там не выступает, она абсолютно потеряна, она в совершенно невменяемом состоянии. И это видно, это видно невооруженным взглядом. У меня нет никакого негатива к Максиму, как к человеку, входя в ее какое-то вот это вот состояние. Я просто очень сильно осуждаю тот момент, что ее продолжают эксплуатировать тогда, когда ей нужен элементарно рехаб и отдых или какое-то, возможно, лечение. В любом случае, интересно послушать медиков, кто смотрит вот эти вот кадры. Что вы думаете? У нее я понимаю это все теории. Я понимаю, что здесь без всякой вот этой вот медицинской карты невозможно решить и поставить диагноз. Ну, просто опираясь на то, что мы знаем. То есть какой-то у нее был страшнейший ковид, потом у нее был серьезный алкоголизм. То есть у нее это диагностировано алкоголизм. И она это не скрывает. То есть были запои, страшнейшие, доводящие практически до предела ее физических возможностей. И вот мне интересно послушать вас, дорогие сплетники, что вы думаете по поводу всего этого. Давайте пообщаемся в комментариях. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что законно ввозить ЛГБТ-литературу из-за границы для продажи больше невозможно. Если издательства решили издавать подобную литературу за рубежом, это их право, говорит Хинштейн. Вот только ввести этот товар на территорию России они не смогут, если только не наладят нелегальный ЛГБТ-трафик. Так написал Хинштейн в своем телеграм-канале. Парламентарий предупредил, что если ввоз ЛГБТ-литературы будет произведен на территории Российской Федерации, то организаторов ввоза будет ждать уголовное наказание. В моем прошлом видео, повторюсь, вот в этом видео, я просто был в шоке от того, как перевели песню на первом канале, песню Beyonce, If I Were A Boy. Если бы я был парнем, перевели у меня есть мальчик. То есть, вы понимаете, идет какая-то жуткая направленная травля ЛГБТ-комьюнити, которая не приводит ни к чему здравому. Нет никакого здравого смысла под этим всем. Это просто выеденная из яйца проблема, из пустого, вот эта вот пустота, которую форсируют как главную проблему. Я понимаю, это сбить нужный вектор внимания общественности. Вот давайте сейчас устроим самую безобидную, самую, наверное, затравливаемую прослойку комьюнити. В принципе, ЛГБТ-комьюнити, это меньшинство, их от 6 до 10 процентов, это очень маленький процент населения. И из них создают какую-то вселенскую проблему. Ребят, нелегальный трафик ЛГБТ-литературы. Российской Федерации шел 23 год. Нелегальный трафик ЛГБТ-литературы. Безумие. Это безумие, абсолютнейшее безумие. И вопросы огромные у меня, непосредственно к господину Хинштейну и к его ориентации. Давайте пообщаемся в комментариях. Очень интересно послушать ваше мнение. Дорогие мои спинники, с 3 по 17 апреля на Тартуфи просто космические скидки. На все, даже на акционные продукты скидка 40%. По промокоду слова КОСМОС. Вы получаете эти самые шикарные, роскошные. Ребят, даже на акционные товары. Это просто огонь. Но это не все. Те, кто закупился с 3 по 17 на Тартуфи, автоматически становятся участниками розыгрыша. Подарочные, роскошнейшие корзины стоимостью 28 тысяч рублей. Переходите по ссылке в описании. Закупайте, ребят. Это самые низкие цены в истории Тартуфи. 40% на все, включая акционное. Становитесь автоматически участником розыгрыша. Я обязательно упомяну победителя на этом канале. Переходите по ссылке на Тартуфи. Закупайтесь по невиданным ценам. Восхитительную гурме продукцию из Италии. Трюфеля, кофе, оливковое масло, специи. Все шикарнейшего качества. И сейчас просто поневиданно низким ценам. Все ссылочки на Тартуфи будут в описании. New York Times, дорогие мои, потеряли с твиттер-учетки свою голубую галочку. Потому что они отказываются платить за нее в 8 долларов в месяц. И сам Илон Маск это прокомментировал. Настоящая трагедия New York Times в том, что их пропаганда даже не интересна. Их лента это твиттер-аналог грязи. Читать невозможно. Вы знаете, я купил голубую галочку в твиттер. То есть мне ее дали. Это стоит 8 долларов в месяц. В России, насколько я знаю, эта услуга недоступна. То есть вот эта вот платная подписка на твиттер. Ничего это не дает. Потому что по факту вас не спрашивают никакие документы, подтверждающие вашу личность. Не спрашивают ни паспорта, ни фотоайди. Ничего. Просто вы заплатили 8 долларов. Вы проходите аутентификацию, которая просто высасывается из пальца. И вам дают галочку на следующий день. Ни о чем свою платную подписку в твиттер я лично буду отменять. Потому что мне эта галочка, кстати, нажимая на галочку, вы получите. Не то, что это публичный человек. А я достаточно публичный человек. И менее публичные люди получают свои заслуженные галочки. Галочка, что такое верификационная галочка? Это подтверждающий знак, что этот аккаунт принадлежит человеку, которого возможно подделать. То есть можно создать второго Антона Эс и выдавать его мысли за реальные мысли. То есть галочка подтверждает, что такого сделать нельзя. Этот человек действительно тот, кем он себя называет. И он в том числе публичный человек. И то есть я так понимаю, что может пятеро Антонов Эс зарегистрироваться в твиттер. Получить голубую галочку верификации. И продолжать заниматься ерундой, выдавая свои слова за мои мысли, за мои слова. То есть полная ерунда. Инстаграм сейчас тоже занимается подобным. Вот, бесплатно выдает галочку. Там есть какая-то служба поддержки. Ерунда. Отписываюсь от всех, кто не дает галочки бесплатно. На ютубе я свою галочку заслужил. Прошел долгий процесс верификации. Почти два месяца они верифицировали меня. Два моих канала после 100 тысяч вы имеете право подать на верификацию. Если вы действительно публичный человек, делающий оригинальный контент, галочку подтверждающую это, вы получаете. Все остальное это просто тупо заработок, не имеющий под собой никакого основания. Миша Галустян, дорогие мои, получил гражданство Армении. Сам он написал во своем инстаграме. Я смотрю, СМИ всполошились по поводу того, что я получил гражданство Армении. Хочу внести ясность, чтобы не было никаких кривоток. Во-первых, я армянин и горжусь этим. Армения моя историческая, этническая родина, которая, уверенно, всегда будет в добросеседских и дружеских отношениях с Россией. Дальше комментирую, в принципе, не обязательно, но все-таки расслабьтесь. Я люблю Россию и никуда отсюда не сваливаю, как некоторые. У меня здесь много друзей, работы, контрактов, поклонников. Россия моя родина и точка. Любишь Россию, правда, Миша? Здорово, да? Но армянский паспорт на всякий случай мы получили, да? Вспомнил вот из ниоткуда, да? У меня работы много, у меня друзей много, у меня все замечательно в этой жизни. Но давайте на всякий случай просто запасной вариантик, да, такая safety net. Мы устроим себе и получим армянский паспорт. Миш, ты понимаешь, что ты говоришь отлично, что огромного количества людей возникли вопросы, почему ты получил свой армянский паспорт. И не говори сейчас, что вот именно вот сейчас, в 23-м году, у тебя взыграла эта самая любовь к твоей родине, и теперь ты, к своей этнической, и вот этой всей твоей родине, откуда ты родом, да? И вот сейчас самое время было получить паспорт. Не верю от слова совершенно, я думаю, Миша Галустян надевает хорошую маску при плохой. Я не знаю, насколько плохая игра Миши Галустяна, дорогие мои. Я ничего про Мишу Галустяна в данном контексте не знаю, но просто люблю Россию, но паспорт лучше иметь армянский. Это, знаете, такая хорошая, интересная тема. Значит, Полина Гагарина, она начинает свой курс похудения, спорта, вот эта вот вся тема. Вот Полина Гагарина сейчас на грани анорексии. Я вам сейчас скажу сразу, я рад этому всему, да, я люблю худых людей, я люблю людей, я ей сколько сейчас, 36-38 лет, да? Мне нравится, что человек себя держит в форме, в той форме, когда я лично получаю эстетическое удовольствие. Я люблю худых людей, люблю худых женщин, люблю худых мужчин, на них шикарно стоит и сидит одежда, с ними великолепно заниматься интимом, это все шикарно. Но Полина Гагарина пытается сейчас продать курс, где она будет рассказывать, как держать себя в форме. Во-первых, конечно, огромное количество вопросов задали ей по поводу Аземпика. Это специальный препарат для людей с диабетом, который, сайд-эффект которого, это именно ты серьезно худеешь, быстро худеешь. Да, сайд-эффекты какие-то есть, но тем не менее, и благодаря этому препарату ты худеешь. Ей задали вопрос, неужели не принимали Аземпик, Полина, не спортом же, и Дином? Хороший вопрос, очень волнующий меня, сейчас стало очень много обращаться к волшебной таблетке, чтобы похудеть. Друзья, не перестаю говорить о том, как это опасно, и дальше ее мысли для размышления, где она доказывает, что это абсолютно не так, что это только здоровое питание, что это только серьезный и такой усиленный спорт, и благодаря этому, ну, ей же, во-первых, нужно продать свой курс, ей же, во-первых, нужно продать свой курс. Вы знаете, ребят, есть такое слово «не верю». Я не верю, потому что я вам сейчас скажу, что у меня, я как человек, работающий из дома, но я работаю еще регулярно, каждый день я, на самом деле, работаю. У меня четыре канала, две я сейчас реанимировал, четвертый на подходе, мой англоязычный канал, туда я тоже буду записывать видео, потому что это моя работа. Но я вам добавлю такой интересный момент. Кто думает, что сидеть и говорить что-то на камеру – это легкий труд, это очень тяжелый труд, не физический, конечно, это не физический, он очень времени затратный, потому что ты выгорел давно. Вот как я выгорел, я выгорел еще три года назад, но я просто такой человек, который работает из-под кнута, который, вопреки здравому смыслу, в состоянии производить ежедневный контент, несмотря на обстоятельства, на переезды, на личные отношения, неважно. Каждый день на этом канале вы найдете новое видео от Антона С., поэтому обязательно подписывайтесь здесь регулярно, каждодневно, и очень интересно. Но я вам скажу такую вещь. Я не верю, что сейчас в сравнении с жизнью с Полиной Гагариной, моя жизнь легка, потому что переезды, постоянные гастроли, постоянные съемки, у тебя не остается времени поспать, не то чтобы правильно питаться, и не то чтобы регулярно заниматься спортом. Вот я, понимаете, здесь у меня просто логично, не просто я не верю, вот голословно, я пытаюсь аргументировать свое не верю. Я думаю, что Полина Гагарина все равно прибегает к тем или иным препаратам, потому что, во-первых, она тоже монетизирует данную часть, да, а здесь ты обязана выглядеть на все 100, обязана выглядеть худой, если ты пропагандируешь и продаешь свой курс похудания. И вот здесь, конечно, огромное количество вопросов у меня к Полине Гагариной. Я не верю, потому что я знаю, что у нее нет времени. Когда у тебя нет времени, это, знаете, вот сходить в спортивный клуб. Это не просто же зашел на полчаса, это надо приготовиться, потом полчаса хотя бы позаниматься, и потом еще. То есть это надо тебе хороших 3 часа в день, чтобы привести себя в форму в спортивном клубе. Клуб, спортивные упражнения, это 25% от общего успеха похудания, все остальное 75% это диеты. Я не верю, не верю здесь от слова совершенно. Поэтому Полина Гагарина может дальше продолжать заниматься вот этим. Вот, я похудела благодаря всему этому, но все это чуть собачье. Хайди Клум отменяют, милые мои. Неудачно пошутила она 1 апреля. Значит, плоский живот 49-летней жены Тома Каулица восхищает поклонников. А 1 апреля она выложила вот эту вот фотографию, где у нее беременная фотография, да. И, значит, София Вергара поздравила свою подругу. Значит, ой, боже мой, опять ждет ребеночка. Однако, поняв, что у Клум накладной живот поклонники захитили обоих женщин, потому что это фейковая беременность. Когда у многих проблемы с зачатием, кажется, совершенно неподходящим предметом для шуток. Вы знаете, только что говорили про звезду сериала «Друзья» Дженнифер Энистон, которая сказала, что то, что сейчас абсолютно невозможно и нереально, было возможно и реально тогда, когда снимали сериал «Друзья». Маленькая Британия. Кажется, так называется этот сериал, да? Снят был 17 лет назад. Один из моих любимых комедийных сериалов, где скетчи просто трэш. На уровне трэша, на уровне абсолютно неполиткорректные. Заигрывание с цветом кожи, заигрывание с гендером, заигрывание с фэтшеймингом. То есть то, что делали Little Britain, это было на грани фола. Нет, это было нормально в те времена. Сейчас это на грани фола, сейчас это на грани серьезной отмены. Я ненавижу, я просто терпеть не могу, когда комиков по разным причинам. В России по политическим моментам, в Европе и Америке по моментам, не знаю, расы, по моментам... Я не могу зачать, почему Хайди Клум шутит с животом, накладным животом. Ну, потому что ей показалось это смешно. Но почему каждый комик сейчас должен извиняться за свои действия? Сколько можно извиняться комикам за то, что им кажется смешным? Ну, не ваша шутка, прошли мимо. Они обиделись и начинают отменять. Ребят, живем в сложное время, когда невозможно нормально жить, невозможно нормально, блин, реагировать ни на что. Потому что найдется каждый, блин, кто обидится, каждый, кто до невозможности оскорбится. И нужно обязательно закончить карьеру, дорогие мои. Закончите карьеру всех. И пускай будут одни душнилы, которые говорят одни правильные вещи по канонам. Растить плебеев и слабых. У дел таких же. Водонаева планирует оставить сына без наследства. Значит, о чем речь? Мила Кунис и ее муж Эшен Катчер заявили, что их прочистить 300-миллионное состояние. Они отдадут на благотворительность. Своим детям они ничего не оставят. Вопрос немножко здесь в другом. Значит, они говорят, что если будут какие-то бизнес-вложения, обязательно эти деньги вложим. То есть, знаете, немножко лицемерие. Я уверен, что все 300 миллионов у них не вложены в денежки в банковском счету. Я уверен, есть какие-то инвестиции, я уверен, есть какие-то бизнесы. Поэтому вот эта вот, знаете, популистическая риторика. Мы оставим своих детей без всего, потому что они сами должны знать, как зарабатывать деньги. Они сами должны знать, как вставать на ноги в этом мире. Они сами все должны. То же самое Водонаева. Значит, мне давно уже такое решение приняли в семье. Никаких завещаний. Мы точно не про 275 миллионов долларов. Но ничего. Парень сам должен зарабатывать себе на жизнь. А растить плебеев и слабых удел таких же. Так высказалась Водонаева по поводу наследства. Я не знаю, какое у нее наследство. Зай, я не знаю, какое у тебя наследство. У тебя парень крутой. Класс. У тебя пацан. Мне нравится смотреть свои истории. Ты знаешь, я тебя люблю, Водонаева. И, кстати, ты, милокунис, я знаю, смотришь и религиозно ставишь лайки. Но вот у меня вопрос к вам обеих. Значит, вы зарабатывали свои деньги. А до 275 миллионов долларов Водонаева, я не знаю, сколько там она заработала своих денег. И вот эта вот замечательная теория, да, пускай дети сами зарабатывают. Вот они не знают, что такое жизнь. Вот я и не должна их баловать. Вопрос здесь не про разбалование. Я знаю огромное количество мега богатых людей, чьи дети в бизнесе. Возьмем LVMH, да, Арно. Семейство Арно. Все дети в бизнесе. Там никто из них не живет так, чтобы просто проживать папины. Денюжки, которые один из богатейших людей на планете. Компания Inditex. Pull&Bear, Bearska Zara, да, дочь, его дочь. Она продолжает дело отца. Она наследница многомиллиардного состояния. О чем речь? Здесь мы говорим и обязаны говорить про воспитание и то, как вы воспитываете детей. Легкий способ сказать, я тебе не оставлю ни копейки. Вот вставай на ножки сам. Что за риторика? Что за глупость? Значит, вы не в состоянии воспитать пацана или девчонку так, чтобы он сам вырос с уважением к деньгам. И с ответственностью перед самим собой, когда дело касается этой самой жизни. Значит, вы не в состоянии воспитать и вы решаете вот этим вот кнутом, воспитаю-ка я его так. Мне ничего не далось бесплатно, а вот ты давай тоже начинай с ноля. Зачем? Вы заработали, не украли ни Водонаева, ни Мила Кунис. Зачем таким образом воспитывать, воспитывать в кавычках своих наследников, если вы в состоянии, в теории, воспитать его с уважением к деньгам? Вы в состоянии и обязаны воспитать его так, чтобы он знал, что на эти самые деньги это подушка. Это замечательная подушка, которая вам далась тяжелым трудом. Я уверен. Любые деньги зарабатываются тяжелым трудом, ребят. Даже украсть надо суметь. Ну согласитесь. Неправильная, неправильная психология, когда дело касается воспитания. Вот моя такая позиция. Интересно послушать ваше мнение, что вы думаете по поводу этого. Воспитаете ли вы таким образом своего отпрыска, отказав ему в наследстве? Давайте пообщаемся в комментариях. Очень интересно послушать ваше мнение. Ну и вот, пожалуйста, видео Меладзе его в Куршайвеле. Смотрим. Здравствуйте. Как вам обитается в Куршайвеле, пока Россия в орбиту украдет? Почему? А у вас есть позиция? Что сделаете? Мокринские журналисты, россиян, которые отрекают. У вас есть позиция? Вы осуждаете? Могу вас ответить? Проферк, что вы делаете? Нет, прекратите. Вы же публичное лицо. Пойдем, я вам расскажу все. Почему вы ругаться, ребята? Почему вы это делаете? Я понимаю, что вы журналисты. Вы знаете? Значит, Меладзе окстрял в этот самый скандал. В Куршайвеле к нему подходит... О, сейчас не упал. К нему подходит журналист и говорит, ну, мужик, можно сфотографироваться. Он-то плохой говорит, ну, конечно, можно. И начинается съемка. Скажите, почему вы не осуждаете войну? Скажите, что вы там такое делаете? Что это такое? Давайте поговорим. Он говорит, да я тебе расскажу. Пойдем, отойдем без камер. Вы знаете, у него душа рвется рассказать. Он сказал, слава Украине, героям слава. Зачем вот эта вот провокация? Он уже в Куршавеле. Он уже не в России. У него уже в России все плохо. И вы же знаете, что таким вот открытой конфронтацией вы можете уничтожить человека, а в России сейчас за любую критику власти уголовный срок. Но вы же это знаете, журналисты. Нет, давайте выведем на провокацию. Он говорит, давай я с тобой поговорю. Вот как человек с человеком, да? Я не люблю Меладзе. Это спорная фигура. Но уважение за то, что он сказал, слава Украине, героям слава. За это ему уважение. То есть он уже обозначил свою позицию, за которую уже начинает платить. Нет же, давайте, вот публичное место. Мы можем здесь снимать. Да вопрос не про можем снимать. Но отошел бы, поговорил бы. И потом сделал бы вытяжку из того, что сказал Меладзе, если тот разрешит. Сложное время. Сложное время в контексте... Не то же человек-чеку враг. Я не знаю. Вы знаете, у меня такой сумбур в голове, когда дело касается сегодняшних ситуаций, да? Мы живем в совершенно ужасных условиях, когда невозможно, ребят. Это не... Знаете, у меня сумбур в голове. Интересно, потому что это ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Дорогие сплетники, все вы знаете, на этом канале мы всегда поддерживаем приюты для бездомных животных. Продолжайте поддерживать приюты. Продолжайте поддерживать волонтеров. Не проходите мы востраданий, братьев наших меньше. Продолжайте доказывать всему миру, милые мои сплетники, что мы сплетники имеем не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетни, вот и все новости на сегодня. Спасибо всем за подписки, за пальцы, за комментарии. Спасибо всем, кто не производит рекламу на ютубе. Спасибо всем, кто заказывает мне видео поздравления. Этим вы очень помогаете нам производить ежедневный контент на этом канале. Спасибо, милые мои, за поддержку и ежедневную любовь и общение. Увидимся обязательно завтра, дорогие сплетники. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok